привет как дела для тех кто меня не знает меня зовут настя и вы на моем канале англичанка где я рассказываю о своей восьмилетней студенческой жизни в лондоне ну и также про мои впечатления о россии после возвращения из англии что я делаю куда я хожу чем я занимаюсь итак сегодня рассказ про то как мы с мамой съездили вот буквально в конце августа в город москва хочу сказать для тех кто еще не видел мои ролики я вернулась из англии год назад и уже в декабре мы с мамой съездили на мой день рождения в москву посмотреть чем живет столица россии ну и как она живет для тех кто не видел смотрите вот здесь а в этот раз мы поехали на мамин день рождения ну опять же таки для тех кто меня не знает я предпочитаю экономить деньги на ресторанах там кафешках каких-то посещений кинозалов и мероприятий и люблю путешествовать на эти деньги то есть я в принципе экономный человек и за счет чего я училась в англии как раз за счет того что я умею экономить и умею развлекаться в путешествиях ну так тоже экономно развлекаться но об этом не обо всем я рассказываю на своем канале как куда и когда пройти бесплатно особенно в лондоне если кому-то интересно подписывайтесь на мой канал я очень много рассказываю различных историй в основном все мероприятия я прямо спец по мероприятиям в лондоне все практически мероприятия для меня были бесплатны для многих половина тоже будет бесплатно но об этом следующий раз а сейчас москва и так из петербурга в москву в этот раз билеты нам обошлись в 7000 рублей но мы взяли купейные места потому что они стоили примерно они даже дешевле стоили чем плацкарт ну и так как пандемия не знаешь вообще как и что с масками без масок как в поезде ехать среди людей которые возможно инфицированы очень на свой страх и риск мы поехали в москву отель мы забронировали за 5000 рублей на две ночи то есть мы поехали на три дня а пятница суббота воскресенье и две ночи мы провели в отеле четыре звезды как это ни странно за 5000 рублей я считаю что это очень дешево конечно четыре звезды нам не очень нужно было в прошлый раз зимой мы ночевали в мини-отеле за 4000 рублей две ночи тоже ну так как мы в мини-отеле нам в принципе понравилось но так как хотелось каких-то новых впечатлений и что-то вам показать мы решили снять другой отель мы сняли в районе станции метро динамо отель называется аэро отель честно говоря номер в принципе такой же как и в мини-отеле такой же как и в англии чем четыре звезды набираются тем что там предлагается много много различных сервисов и газетки тебе на ресепшене и массажное кресло на котором можно 20 минут в день бесплатно посидеть и помассажировать все свои мышцы уставшие после прогулки плюс там всякие ну мыла шампуни и так далее тапочки халаты все это дается бесплатно какие-то услуги кондиционер был в номере в общем ну в основном все это нам не пригодилось кстати пригодилась единственное знаете что такой набор шин кит это набор для шитья у меня прямо на выходе по шву разошлись брюки и мы быстренько это все зашили и прямо сразу же с корабля на бал пошли гулять в общем и отель и поезд были очень даже приличный поезд очень понравился это какой-то новый современный и немецкого качества поезд там было написано siemens и много всяких надписей по-немецки он конечно компактный купе очень компактная есть розетки для зарядки даже ноутбуков естественно смартфонов если хотите можно купить чай можно попросить кипятка у проводника можно попросить воды туалеты все био то есть можно пользоваться прямо на станции что еще и все так чистенько компактненько и хорошо что прямо душа радовалась ехать хоть и ночь но так купе закрыл и едешь вот только четыре человека от кого ты можешь заразиться в принципе то есть если не ходить по вагонам не общаться с другими людьми то можно я думаю избежать коронавирусной инфекции я надеюсь что я не подхватила и мама за эту поездку в москву про москву кстати хочу отметить она больше concern как это сказать более адекватная в плане пандемии люди соблюдают стараются соблюдать дистанцию из метро там даже наклеечки такие есть что соблюдайте дистанцию люди садятся через один и на каждом переходе в метро есть автоматы где можно поставить руки и продезинфицировать антисептиком санитайзером там какой-то пар такой идет на тебя потом ты это все больше и много всяких надписей в вагоне метро мне понравилась надпись маску надо носить не вот такую там нарисована как знаете такая карнавальная а вот так вот но сильно мы старались не париться мы конечно такие ответственные люди в закрытых помещениях мы надеваем маски перчатки сейчас не носим но постоянно конечно моем руки санитайзер всегда у меня в сумке и если не в метро так перед едой особенно и так если где-то много с чем-то соприкасались стараемся быть опять же таки возвращаясь к поезду очень попались нам хорошие попутчики два парня где-то моего возраста ехали с командировки из питера в москву и так как мы купили верхние полки с мамой они как бы ну как женщинам уступили нам свои нижние места потому что им все равно оплачивались эти места как командировочная ехать наверху одну ночь им было не за пабло так скажем то есть но джентльмены попались кроме того они нас угостили чаем шоколадкой в общем спасибо вам огромное ребята если вы когда-нибудь посмотрите этот ролик welcome to санкт-питерсбург как говорится приезжайте еще в питер обратно мы ехали на двухэтажном поезде тоже было интересно я хотела конечно зайти на второй этаж погулять посмотреть что там но как-то мы сели поздно ночью приехали рано утром 6 утра и было как бы не до этого просто загрузились поезд две женщины на нижних полках уже лежали в этот раз и мы с мамой быстренько залезли наверх и так и спали до до 6 утра в 6 40 мы уже при прибыли обратно в петербург вот это все что касается поездки туда обратно теперь про саму москву когда мы приехали на площадь трех вокзалов в москву мы купили опять же такие эти единые билеты о которых я рассказывала зимой на три дня 438 рублей стоит весь городской транспорт пользуюсь и не хочу называется приехали мы на вокзал в 7 утра и поэтому надо было куда-то идти а в 7 утра куда и вроде бы и покушать хотелось первым делом мы поехали на чистые пруды так получилось что я всегда когда была в москве раньше еще до жизни в англии хотела побывать на чистых прудах и на патриарших прудах на патриарших я побывала нашла их как-то очистые не нашла в этот раз мы поехали на станцию метро чистые пруды по моему и вышли ну теперь а тогда не было gps теперь же есть gps теперь есть интернет в телефоне пользуюсь и не хочу в общем по gps мы дошли до чистых прудов оказалось они находятся прямо рядом с красной площадью очень недалеко мы там покормили птичек посмотрели погуляли посидели покушали мама взяла с собой какие-то яйца какие-то знаете как обычно советский союз слава богу хоть курицу не брала огурцы у нее в поезде стухли и мы сели на лавочке покушали только яйца и хлеб который у нее остался покормили им птичек и после этого поплелись ну куда-то в центр просто походить по москве прошлись по покровке по моему и вырулили как-то на парк зарядье этот парк был у нас в плане потому что он практически новый по моему в 2017 году он открылся очень мне понравился парк очень напоминает олимпийский парк на стратфорде в лондоне потому что все новое все построено по современным технологиям все абсолютно здания там и кафе и рестораны даже как большой концертный зал и амфитеатр очень так вот больше напоминает олимпийский действительно парк потому что очень много различных помещений там находится и медиа-центр и какая-то ледяная пещера в общем мы так походили посмотрели а самое главное и самое приятное для русской души вернувшейся из англии это белоснежные березки но кстати мы заметили не в парке зарядье вообще по всей москве листва у деревьев такая больная в отличие от петербурга видимо воздух более загрязненный в москве ну что делать трафик 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 много машин в москве но в принципе петербурге тоже но листва деревьев это показатель чистоты воздуха там же в парке зарядье мы увидели такой мост который называется парящий мост он стоит на двух ногах получается и выезжает в центр москва реки таким конусом не знаю как он стоит но видимо какие-то современные технологии потому что всегда должна быть трехопорная система у сооружения а тут две опоры кто знает кто архитектор или инженер пишите в комментариях как это сделали в москве это очень интересно обалденная просто великолепная обзорная площадка как на кремль так и на другую сторону реки кстати там такое высотное здание одной из семьи сталинских но я к сожалению не знаю москву и не знаю что это за здание то ли это мид то ли воробьевый город или еще что то тоже кто знает пишите в комментариях в общем площадка обалденная мы пофотографировались к сожалению мама уже устала на тот момент мы вообще ехали с ней больной вперед переживали как она переживет дорогу потому что в прошлый раз мы приехали с высоким давлением и накануне этой поездке у нее тоже было очень высокое давление но тем не менее благодаря розеткам в поезде она померила выпила определенные таблетки и вот в парке зарядье она свалилась полежать немножко ну так отдохнуть все таки мы уже гуляли к тому моменту часов пять как вы уже наверное видите во многие поездки я беру маму она очень любит путешествовать как и я но в принципе вся наша семья любила путешествовать и вот теперь мы только вдвоем с ней остались и часто очень часто я езжу с ней иногда с друзьями иногда одна без каких-либо проблем я могу спокойно путешествовать по миру сингл то есть в одиночку мне не скучно 1 мне у меня всегда на связи со всеми и к сожалению вот люди которые приглашали меня в гости в этот раз кто узнал что я еду в москву и люди которых я могла навестить в москве какие-то мои знакомые и друзья к сожалению не ни с кем не удалось встретиться простите меня в следующий раз как если я поеду одна обязательно мне очень приятно и интересно общаться и с новыми людьми и со своими друзьями естественно так как мы не знали как будет со здоровьем у мамы и ну немножечко как бы не входило в наш план на как мы когда ты едешь один тебе с легкостью можно там встретиться с другом на том же в днх где мы были или где-то в другой на другой территории прогуляться но когда ты едешь вдвоем с кем-то уже интерес другого человека как бы меняется да тем более еще если с высоким давлением кстати люди особенно в пожилом возрасте кто меня смотрит у кого высокое давление знаете что мы открыли для себя и мама недавно нашла где-то на youtube канале тоже подтверждение этому какой-то доктор сказал чем больше гуляете чем больше выходите пешком тем ниже у вас давление вот мы проходили три дня по москве у мамы давление стало ниже чем у меня то есть я сейчас каждый день буквально и и гоню на улицу горюди гуляй но естественно с ней сама хожу так что вот кто мучается давлением ходите больше гуляйте больше не сидите за компьютером как любит делать моя мама она просто полностью погрязла в ютюбе смотрит всех своих блогеров меня иногда посматривает гуляйте и это очень хорошо помогает снизить давление вот после заряди зарядил дождь ливень и мы решили потусоваться в гуме переждать этот дождь ну и заодно зашли в кафе в котором мы были которые мы открыли для себя зимой и там пообедали чебуреки мы купили по 95 рублей до этого гуляли по петроградке они на петроградке в питере чебурек один стоит 240 рублей а на красной площади 95 вы можете себе это представить плюс я взяла щавелевый суп попробовать очень кстати вкусный обо всем о каждом как бы месте я рассказываю отдельно эти ролики доступны только для моих подписчиков которые могут найти по определенным ссылкам которые я даю в описании к своему каналу не могу показывать абсолютно все каждому потому что не хочу чтобы мои какие-то живые жизненные ролики видели абсолютно все только для своих подписчиков которые но живут такой же жизнью как я которые так скажем понимают мою жизнь которые понимают мой менталитет которые просто согласно согласны с моим мнением мне конечно не хочется видя как другие блогеры страдают от злостных комментаторов получать такие комментарии поэтому если вы мой подписчик я ожидаю от вас либо конструктивной критики либо хороших каких-то отзывов комментариев каких-то добавок к тому что я рассказываю или вопросов поэтому вот так вот если вам интересно что я делаю о чем я рассказываю в обычных роликах которые идут под номерации 1 2 3 4 5 и так далее подписывайтесь на мой канал и смотрите мои живые ролики как из петербурга так из москвы и из лондона после того как мы покушали в гуме дождик прошел вышло солнце и мы отправились в отель в который мы могли заселиться в два часа дня то есть первые полдня в москве мы так скажем бомжевали без определенного места жительства были про отель отдельно я рассказывала смотрите в этом ролике кому интересно после чего мы немножечко так ну как бы скинули свои грузы полежали отдохнули покушали опять и пошли погулять в районе динамо какой-то там парк был петровский по моему кстати петербургский так скажем какой-то дворец был что-то я поснимала но так скажем это не пять звезд парк обычно такой лесопарковая зона где люди в основном проходят с работы на работу так вот через него передвигаются есть там детские площадки но не очень такой скажем ухоженный парк есть еще куда собянину приехать и навести там порядок это наверное пока все про первую часть и про первый день после этого мы уже никуда не поехали сильно устали и решили остаться в отеле так как на следующий день мы запланировали в днх на целый день и мы были очень счастливы увидеть такую красоту мы там были и зимой и решили съездить летом нам очень понравилось и об этом следующем ролике пока на этом все не прощай с вами до новых встреч у нас у нас и и